Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо, что вы снова сегодня с нами. И мы продолжаем серию наших диалогов, в которых мы рассуждаем на разнообразные темы, обсуждаем разнообразные понятия и пытаемся найти инструменты и возможности, чтобы сделать нашу жизнь лучше, легче и счастливее. Темой нашего сегодняшнего диалога мы выбрали время. Время – это очень абстрактное понятие, но каждый человек сталкивается с этим понятием каждый день. Что мы вообще знаем по поводу времени? Да, это очень большая, получается, тема, потому что время – это ресурс. Прежде всего, это ресурс. Который мы тратим на что-то и надеемся получить от этого какой-то результат. Результат в виде каких-то действий или удовольствия, или, не знаю, материального вознаграждения. Результат. Не обязательно время может проходить и безрезультатно. Наверное, как-то есть понятие – тратит время. Да, но безрезультатно с времени – это тоже результат, хотя я думаю, что вот именно в этом заключается одно из заблуждений, потому что люди считают, что если время потрачено зря и в это время ничего не сделано, то оно потрачено зря. На самом деле, я думаю, такого не бывает. Траты времени как таковой не бывает, да. То есть, если человек даже ничего не делал в это время, возможно, так сказать, ему именно в это время и нужен был тот отдых, та пауза, которую, собственно, он и взял. И в будущем он может реализовать какие-то более значимые проекты или какие-то желания. Может, ему в это время как раз пришла в голову какая-то гениальная идея. Да, мы обсуждали это в предыдущих роликах, эту тему мы обсуждали. Но что такое время? Вот как мы его чувствуем? Ведь это понятие субъективное. Да. Да, и зависит от многих факторов. Да, для меня, например, время, оно выражается в событийности. Как я и сказала, отсутствие событийности – это тоже само по себе событийность. Но когда что-то происходит, мы ощущаем, как это время движется, да. То есть, время проходит. Неважно от того, отдаём мы себя отчёт. Нет, оно движется постоянно. То есть, независимо от того, что мы проходим, время пройдёт. Да. Всё пройдёт, пройдёт и это, да. Но вот как же нам всё-таки почувствовать вот это время? Как нам, так сказать, уловить вот этот момент времени? Я всё-таки думаю, что здесь очень большую роль играет эмоциональная сторона. То есть, обычно, почему говорят счастливые, часов не наблюдают, да. То есть, когда мы счастливы, когда мы в хорошем настроении, когда у нас происходят какие-то позитивные вещи, время идёт быстро. Да. А когда мы ждём чего-то, или когда мы, так сказать, не знаем, чем себя занять, то время, кажется, тянется долго. Особенно вот сейчас мы, в это время пандемии, мы это очень чётко ощутили, да. Да, когда нет смены вот этих вот состояний, событий. Да. И мы находимся в одном пространстве в основном. И да, время ощущается по-другому. Оно, кажется, дольше идёт, да. Да, для меня, например, когда я ничем не занята, обычно время тянется дольше. То есть, а когда какие-то действия, какие-то события происходят в моей жизни, ну, то здесь очень такой вот маленький нюанс, потому что иногда много событий происходит, но если мы не успеваем отлавливать наше эмоциональное состояние в эти моменты, то мы потом не можем ощутить вот это течение времени. Мы не можем, так сказать… Если мы не присутствуем здесь и сейчас, то есть мы не успеваем его ощутить это время, да. Да, да. Но здесь ещё, в общем, большую роль играет вот этот ритм, да, жизни. То есть вот эта ритмичность, смена времён года, смена, так сказать, дня и ночи. И как мы в это во всё вписываемся, да, потому что наша жизнь сейчас, в принципе, очень суетлива и наполнена. То есть очень много вещей, которые мы можем сделать, которые мы хотим сделать, а потом мы ощущаем, о, у нас не хватает времени. Но мы никогда не можем успеть всё, что запланировали, потому что мы планируем намного больше того, на что есть время даже, да. Ну да, как ты сказала, что время – это, в общем-то, ресурс. Как любой ресурс, значит, он может быть использован и может быть использован сознательно, да. Да, и он может закончиться. Да, если, так сказать, использовать его нерационально, то, скорее всего, да. Да, как говорит очень хорошая фраза, «Сегодня первый день всей моей оставшейся жизни». Да, и, в принципе, я думаю, что это нужно как-то так держать в голове, запоминать и отдавать себе отчёт, что, в общем-то, время оно не вечно, и нужно его использовать. Ну вот, как вот распределить вот эти вот такие необъятные возможности, и, так сказать, те, куда это можно это время потратить, как же всё-таки решить? Ну вот, мы говорили про то, что, в принципе, зависит от нашего внимания, от нашего фокуса. На что мы фокусируемся, туда идёт наша энергия, туда идёт и время. И очень часто мы замечаем, что нас отвлекают какие-то вещи. Да-да-да, ты говорила, вот мы разговаривали, да, как они называются? Хронофаги. Хронофаги, да. Это вот те люди, бывают такие люди, которые тратят наше время, я говорю про тех людей, которые делают это специально, то есть они много говорят или говорят не о том, о чём актуально. Иногда они не специально это делают, просто, допустим, у человека есть такая особенность, он не думает о времени другого человека, у многих людей есть такая, в принципе, способность, или, в принципе, может быть, то есть они не задумываются о времени другого человека, а просто, так сказать, пытаются занять своё время и, так сказать, работать на свой интерес, да, и, в принципе... И таких людей нужно вовремя, так сказать, останавливать, если ты чувствуешь, что ты тратишь много времени на эти разговоры, а, как ты говорила, результаты всё-таки особых изменений нет. Особенно, если этот разговор, в принципе, становится более таким негативным, и вы чувствуете конкретно, что вот энергия утекает, да. И вот сейчас social media тоже очень много тратится, это тоже хронофаги, на которые мы тратим время, отвлекаемся от того, что нам нужно, от наших целей. Да, то есть мы возвращаемся к тому, что нужно по-прежнему ставить цели, как-то выстраивать свои задачи и быть самодисциплинированным, да, то есть нужно ли вообще отслеживать время? Вот я не знаю, я знаю несколько людей, которые конкретно на каждую свою задачу ставят таймер. О, вау! Да, то есть если, допустим, вот он решил почитать книгу, вот он поставил таймер на час, вот таймер прозвучал, и значит он закрыл книгу, положил на полочку, пошёл заниматься другим делом. Это, наверное, тайм-менеджмент, да, их так учат, наверное, чтобы успевать всё. Может быть люди, которые, так сказать, по натуре более дисциплинированные, которые, не знаю, привыкли к этому. Для меня это немножечко экстремальная такая ситуация. Я думаю, что я буду всё время больше отвлекаться на этот таймер и смотреть, сколько времени у меня осталось. Ну, я думаю, что чтобы чувствовать, что ты живёшь свою жизнь, и время не тратится зря, потому что это только чувство, только отношение к вещам, в таком случае просто нужно обязательно иметь время для себя, вот в неделю сколько времени для себя, вот в месяц, за сезон, допустим, это раз в три месяца поехать отдохнуть куда-то на два дня, или, допустим, это каждую неделю у меня есть два часа на мой фитнес, или косметические салоны, или чтение, и тогда, когда у нас собираются вот эти вот моменты, что мы, да, занимаемся тем, что нам нравится, и занимаемся своими целями, тогда нет такого чувства, что мы потратили время зря. Хотя нет такого понятия «потратить время зря», но чувство… Нет, у нас нет такого ощущения, по крайней мере. Да, я согласна. То есть очень важно выделять время для себя. Но в то же время многие люди на самом деле чувствуют некоторое ощущение такое, так называют, гилл коншенса, так сказать, чувство вины, да, что вот они потратили время на себя. Я думаю, что это тоже очень такая вещь, с которой нужно работать и приучать себя, собственно, тратить время на себя. На самом деле это самое драгоценное время, насколько мы сейчас видим это из литературы, различные на эту тему, и тренингов, и так далее. Самое важное время – это то время, которое у тебя самим собой есть. Если ты умеешь его чувствовать и проводить правильно, ты счастливый человек. Да, это важно, да. То есть, в принципе, чтобы каким-то образом более-менее ощущать время, и, может быть, конечно, это иллюзия, но у тебя было ощущение, что ты управляешь своим временем и тратишь его на те вещи, которые нужны. То есть не стесняться тратить его на себя, даже планировать его. А планировать, именно планировать, да. Да, и ставить определенные приоритеты, то есть то, что тебе конкретно в жизни интересно, и стараться все-таки поддерживать самодисциплину, избавляясь от вот этих вещей, которые в наше время съедают, как социал-мидия, так сказать, как просмотр, может, так сказать, бесконечных телепередач. Конечно, если вам интересно смотреть определенные передачи, это очень важно, это очень, так сказать, интересно, познавательно и расширяет кругозор и так далее. Или просто доставляет удовольствие. Но, с другой стороны, вот это неосознанное, так сказать, когда мы не отдаем себе отчет, да. То есть в любом случае мы должны следить за тем, на что мы, так сказать, устанавливаем свой фокус, что, собственно, для нас важно, да. И вот этот момент отлавливать. То есть если, в принципе, дальше уже пошло просто по инерции что-то, и мы, в общем-то, не находимся, мы не ощущаем уже эмоций от этого, желательно позитивных, да, то, в принципе, нужно, опять-таки, сфокусировать себя на том, что для нас в жизни важно, да. И изменив фокус, мы будем использовать этот ресурс времени более рационально. Эффективно. Неэффективно. И вот мы хотели с тобой поговорить про пунктуальность, возможно, про тактичность. Да, помнишь, пунктуальность, тактичность, мы, так сказать, разобрали, что это разные вещи, да. Да. Потому что тактичность, вот расскажем. Да, тактичность – это когда ты попадаешь в такт, да, то есть само понятие тактичности, то есть ты делаешь всё вовремя, по крайней мере, у тебя есть ощущение, что ты, все вещи, которые ты запланировал, у тебя сделаны вовремя. И успеваешь туда, куда надо. Да, сделал, закончил вовремя, это сделал, то сделал, то есть у тебя всё, так сказать, как-то разложено по полочкам, вот эта вот тактичность, то есть попадание в ритм, в свой собственный ритм, тогда у тебя есть ощущение, тогда ты тактичный человек, да. А пунктуальность – это когда ты вовремя приходишь и не заставляешь людей ждать. Да, и это очень важно, потому что на самом деле пунктуальность – это уважение к времени, которое тоже очень важно, это не только уважение к своему времени, уважение к времени другого человека. Да, это очень важно, очень важно. И в принципе пунктуальный человек на самом деле использует ресурс времени очень рационально, потому что, так сказать, тогда время просто не потрачено, ну, как мы говорили, впустую, хотя, конечно, любое время можно занять опять-таки, даже если ты кого-то ждёшь, ты можешь пока, так сказать, помедитировать, помечтать. Это да. Ну, как ты говорила, самое страшное для человека – это кого-то ждать. Как там эта фраза идёт? Да, самое худшее – это ждать и догонять, да. Ждать и догонять. Потому что я думаю, что в этом процессе ждать и догонять, во-первых, присутствует некоторый негативизм такой, а во-вторых, ты, кстати, это не даёт результата, то есть ты никогда не можешь никого догнать, да, или когда ты ждёшь, 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 то есть у тебя нет результата. Но вот это, в принципе, даёт ощущение, что время… Ты зависишь от другого человека, не занимаешься своим делом, получается, да? Да, по сути дела ты не работаешь на свои интересы, да? На цели своей задачи. Ну, мы не обязаны работать 24 часа в сутки только на наши цели. Есть другие люди, мы можем ими тоже заниматься. Мы, когда говорим про хронофаги, это не значит, что мы от всех отстранились и только занимаемся своими интересами. Понятно, что всё в пропорциях, да. На самом деле, если мы дальше разберёмся, то, в общем-то, мы ничего в этом мире не можем сделать, не работая на свои интересы. Даже когда мы общаемся с другими людьми, даже когда мы разговариваем, даже мы кого-то ждём или это самое, мы всё равно работаем, в принципе… Есть какая-то выгода. Да, мы всё равно работаем на свои цели, потому что ты никуда с этого пути, со своего жизненного пути, в общем-то, свернуть не можешь. А как ты думаешь, мы влияем на само время? Понятие абстрактное мы никак не влияем, но на ощущение времени, я думаю, мы можем повлиять, если… Да, конечно. Осознанность, да? То есть я считаю, что, так сказать, вот на ощущение времени влияет осознанность. Вот когда мы говорим «здесь и сейчас», сейчас очень такое популярное понятие, мы должны находиться «здесь и сейчас». Ну, для меня это, в принципе, не значит, что нету вчера, нету прошлого, нету будущего, просто «здесь и сейчас» это значит, что мы должны отдавать себе отчёт о том, что происходит сейчас. То есть где мы находимся, что происходит, эмоциональную составляющую свою, отслеживать очень сознательно. Присутствие. Присутствие, да. И тело, и эмоции, и ментальный план, всё вместе присутствует здесь. Это и есть. Да. Здесь и сейчас. И оно, в принципе, каждое мгновение жизни, оно здесь и сейчас, здесь и сейчас, здесь и сейчас. И тогда у нас создаётся вот это вот ощущение ресурсности, что время использовано, потому что прошла эта эмоциональная составляющая, через тело отразилось в теле, и у нас есть ощущение наполненности. Какая же ещё у нас была там особенность по поводу времени? Сезоны, у природы есть сезоны, да, есть какая-то цикличность, есть недели, есть дни. Ну, я думаю, в принципе, это определённая система координат, которая, в общем-то, принята в общественном договоре, чтобы мы могли как-то координировать и общаться между собой, называть определённые вещи своими именами. У нас есть там время по часам, у нас есть там сутки, у нас есть дни, месяцы, недели, календарь, это, так сказать, времена года. То есть мы разбили это на много разных понятий, для того, чтобы нам просто, скорее всего, было легче общаться и как-то координировать наши действия. Потому что время, на самом деле, как мы говорили, субъективно, да, и каждый ощущает его по-разному. Особенно, если что-то происходит, допустим, да, счастливые часов не наблюдают, а если человек сидит на сковородке, ему очень неприятно. Да, помимо этого, так сказать, есть же эти, да, тесты, когда ты можешь засечь, так сказать, минуту на таймере, да, и вот закрыть глаза, и открыть их через минуту, посмотреть, сколько времени на этом таймере. А, кстати, ты помнишь, что это значит, да, вот если ты, например, чувствуешь время быстрее, или наоборот? Не, я не помню, а что это значит? По-моему, ты говорила, у меня, сама рассказывала мне про то, что вроде как люди, которые чуть-чуть быстрее чувствуют время, они немножко как моложе. Ну да, говорится так. Может, я ошибаюсь сейчас, я сейчас не помню точно. Вроде бы как, если человек чуть-чуть быстрее, то у него... Обычно, да, дети чувствуют, молодые люди чувствуют время быстрее, чем пожилые люди. Опять-таки, я думаю, что это зависит от эмоциональной составляющей, от событийности просто. Может быть, какие процессы, так сказать, мыслительные в уме, так сказать, молодых людей происходят гораздо быстрее. И от количества этих мыслительных процессов по ощущению времени более насыщенные, получается, что событийность есть. Ну, хорошо. Я думаю, на сегодня мы эту тему раскрыли. Да, я думаю, на сегодня достаточно. Мы надеемся, что вам тоже была интересна эта тема. Если у вас есть ваше мнение, пожалуйста, не стесняйтесь, пишите его в комментариях или предлагайте тему наших других диалогов. Спасибо вам. До свидания. Спасибо. Благодарим.